Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова. Сегодня предлагаю вам несколько вариантов несложных дизайнов, которые вы выполните легко. Эти гель-лаки я вам уже показывала, поэтому вы их знаете. Работу можно выполнять любыми цветными покрытиями. Я буду выполнять черным гель-лаком, потому что это виднее на видео, потому что это понятнее. Но в качестве подложки можно использовать любой другой цвет. И не обязательно наносить два слоя, можно один средний, даже если он лег неплотно. И дальше в ход идут гель-лаки эффекты. Вот такой неземной сказочный эффект, который создает космическое небо. Сушу в лампе. А этот тоже гель-лак эффект, неплотный кашечок с серебряным и пыльно-дымчато-серым бликом, который также создает свой эффект такой, знаете, блюра интересный. И вот смотрите, как интересно смотрится многослойный аквариумный эффект. И дальше я буду рисовать, поэтому убираю остаточную липкость. Можно перекрыть матовым топом или зашлифовать ноготок. Ну нет, я просто удалила липкий слой и рисую по сухой поверхности гель-краской без остаточной липкости. Гель-красочка такая густоватая достаточно, поэтому тонкой кистью нужно вводить достаточно медленно, чтобы краска отдавалась на поверхность ноготочка. Можно рисовать зигзаги, загогулины, можно рисовать абстракцию, можно рисовать все, что вы хотите. Можно даже выполнить стемпинг на таком глубинном аквариумном дизайне. Главное создать эффект многослойности дизайна. И выполнить его абсолютно не сложно. А если сверху еще добавить стразы, то, мама дорогая, упасть не встать. Как будет красиво. Нет, стразы я добавлять не стала. Если захотите, то можете это сделать сами. В дизайне вы можете использовать любые текстуры. Сухие, в гель-лаках. Это могут быть сухие, такие как юки, пайетки, фольга переводная, различная слюда. Все, что хотите, все, что есть у вас под рукой. Главное создать иллюзию многослойного дизайна. И нарисовать какой-то поверхностный, ну, не знаю, дизайн, не дизайн, но что-то такое поверхностное. Нарисовать как заключительный этап. Я просушила красочку. Она у меня без остаточной липкости. И все равно в безостаточную липкость вбивается очень хорошо. Вот такой же мчужный пигмент, который придаст законченности моей работе. И я удаляю излишки мягкой кисточку, заполировывая элементы дизайна. Перекрываю финишем. И посмотрите, что получилось. И еще один вариант. Гель-лак черный, тот же самый, 301 номер. И тоже наношу его в один слой. Этот цвет тоже вы уже видели в моих видео. Он, знаете, красивый, он обалденно классный, но он достаточно текстурно-фактурный. Поэтому ложится такими бугорочками по поверхности. И требуется выравнивание. И этот слой я высушила и также перекрою этим дымчато-серебряным... Серебряным непонятно каким красивым кошечком. Но здесь видно, что поверхность неровная. Но ничего страшного, это мы можем закрыть в процессе перекрытия финишем, выравнивающим слоем. И все то же самое. Я удалила остаточную липкость и тонкой кистью рисую тонкие линии. Здесь вы можете все, что хотите рисовать. Никто вам ничего не запрещает. Вы даже можете наклеечки приклеить. Вы можете... Ну что вы можете? Вы можете оставить и так. По такой неровной поверхности, конечно, рисовать не так просто. Тем более, я стараюсь рисовать медленно, чтобы красочка успевала отдаваться на поверхность. Поэтому вот такие тонкие, медленные линии вы можете видеть на экране. Я очень люблю такие дизайны. Их можно выполнять в любом цвете. Они не смотрятся аляписта. Главное подобрать все по фактуре, по цветовой палитре, по цветовой гамме. И тогда все будет смотреться гармонично. Выполняется этот дизайн достаточно быстро. Прямо-таки очень быстро. На один ногото примерно уходит не больше 5 минут вот таких тонких линий. Иногда я делаю промежуточные просушки, когда я вижу, что тонкие линии начинают съезжаться для того, чтобы было проще. Продолжение следует... Снова пигмент вбиваю на высохшую красочку. И перекрываю финишем. Обязательно излишки хорошенечко удаляю мягкой щеточкой. Даже где-то если что-то было неровно или негладко, смотрится обалденно. Это тоже еще один эффект. Кошечок номер 27. Наношу очень-очень тонко. Делаю блик и уже сказка. Самая настоящая сказка. Опять удаляю остаточную липкость, потому что по остаточной липкости рисовать красочкой мне не нравится. Не знаю, что-то здесь пошло не так уже. Я уже не помню, что-то, поэтому убираю, удаляю. Мне кажется, все так делают или только я? До новых встреч! Высушила гель-краску и снова наношу пигмент. Он очень красиво смотрится на черном цвете, таким сине-голубым. И посмотрите, какая глубина дизайна. Кажется, что там просто бездна. Вот такие дизайны у меня для вас получились. Я надеюсь, что они вам понравились. Если да, то ставьте пальчики вверх. А мы увидимся с вами обязательно в новых видео очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!